Дует крепкий ветерок, прогребаюсь через волну, и давайте я сейчас расскажу вам о Покрафте Чихонь, что это такое. Ну, конечно, если вы меня услышите. Итак, Покрафт Чихонь был создан на базе, точнее по мотивам корпуса нашего Покрафта Марафонец. Корпус Марафонца очень понравился своими узенькими штевневыми оконечностями, которые сулили лучшую скорость и лучшую мореходность, чем у Бигфишпака и других Покрафтов. Общие размеры лодки мы увеличили. Длина стала 340 сантиметров, место 290 у Марафонца. Ширина примерно метр ноль четыре, метр ноль шесть. Диаметр баллона 33 сантиметра, но если раздувает, то где-то 34 сантиметра становится. Корпус, в отличие от Марафонца, сделали не симметричным, а таким, чтобы с одной стороны лодочка выглядела чуть-чуть туповатой, а с другой была заострена. Как выяснилось, тупым концом лодка идет вперед лучше, гораздо лучше при этом держит курс, и мне нравится эксплуатировать ее именно в этом виде. Вот сейчас я прямо против ветра, против волны иду тупым концом вперед. Фурнитура установлена таким образом, чтобы вы могли спокойно переставить сидение так, чтобы оно смотрело как вперед, так и назад. Это очень-очень удобно. Если вам понравится идти вперед острым концом лодки, идите. Если не понравится, можете вот так вот, как я сейчас. В лодке сразу две секции в базе, как все рыболовные покрафты. Она имеет повышенную надежность. В базе у него четыре спиннингодержателя с рациональной расстановкой. Сейчас у меня в задних спиннингодержателях находятся спиннинги. А передние используются в основном как такие. Для оперативного контроля над спиннингами. По грузоподъемности, я думаю, этот покрафт спокойно может перевозить трех человек. Один сюда садится, второй на корму, а третий вот сейчас здесь на месте грибца. Делать ли из этого покрафта двойку, чисто удлинив центральную часть, не знаю, не знаю. Двойка хороша именно Big Fish Pack. Там больше диаметр баллонов, поэтому его на сверхнизком давлении не будет подламывать, если сядут сразу два человека по центру. Этим он как раз и ценен. А вот Big Fish Pack единичка, конечно, уже становится менее интересным после появления чихони. Потому что чихонь легче, чихонь быстрее и чихонь даже, наверное, немножко дешевле. Потому что ткани на нее расходуются меньше. Почему чихонь? Потому что, если посмотреть на покрафт сбоку, у него такой характерный поднятый такой носик, прямо как у рыбки под названием чихонь. Вот тут очень хорошо проявляется этот заостренный носик чихони. Там создается фактически острый, но при этом как бы надувной штевень. И этим самым штевнем лодка прекрасно врезается в набегающую волну. И не только проходит волну сверху, но и разбивает этим штевнем. Вот, видите, волну. И поэтому можно при сильном ветре, а сейчас ветер около 10 метров в секунду, и дует в лицо идти достаточно шустро. По-моему, получился очень хороший покрафт. Что касается сидений. Первоначально, и то, что на фотографиях сейчас на сайте выложено, сюда предусматривалось такое сидение, которое уже вместе со спинкой делается. И оно как раз для этого покрафта и разрабатывалось. Но, как оказалось, сравнительные испытания показали, что лучше, конечно, сюда сидение по типу бигфишпаковского. Когда отдельно вниз ставится сидушка и отдельно цилиндрическая спинка. Что дает цилиндрическая спинка? Она дает гораздо больший уровень регулировок. Это раз. И, во-вторых, она ложится на борта и создается эффект подлокотников. На рыбалке это очень удобно, когда надо ловить не только вот сидя вперед, но еще и в полоборота, чтобы облавливать бортовые сектора. Вес по крафту в неснаряженном состоянии около 4,5 килограммов, а полностью снаряженном около 5,5. Это легче, чем бигфишпак, который весит 6,3-6,5, может быть, даже тяжелее. И важно отметить, что у чихони гораздо лучше, чем у бигфишпака, защищена нижняя часть баллонов. Ненадувное донышко заходит на баллоны по очень большой площади, поэтому снизу баллоны очень хорошо защищены. Мы так специально сделали, чтобы лодку можно было волоком вытаскивать на берег. Так что, если вы выбираете рыболовный пакрафт для одного человека, с дополнительной возможностью перевозить еще одного-двух человек в качестве пассажиров, то, пожалуй, чихони это будет самый лучший вариант. Что касается допов, что сюда можно поставить? Ну, во-первых, это курсовой стабилизатор. Сейчас он у меня установлен, и он мне очень хорошо помогает идти ровненько, независимо от того, откуда идет волна, откуда дует ветер. И вот идти накатом позволяет. Я не гребу сейчас, а лодка вперед накатом идет. Это как раз заслуги курсового стабилизатора. Уключены, легкие уключены, такие, которые ставятся на танк, на танк-лайт. Сюда они будут вполне к месту, и можно будет использовать весло-трансформер, чтобы грести парными веслами. Дополнительные колечки можно установить вот сюда, и вот таким образом притягивать груз. Но это не является очень обязательным, потому что тут и так идет леерная обвязка, через которую можно вязаться. Что точно не нужно, я не знаю, есть ли это на сайте или нет, то это вот полудека, косынка, она здесь неуместна от слова совсем. Здесь и так очень большой подъем носа, и любая полудека, она будет просто припровождать воду, которая, мало ли, попадет в носовую часть, прямо в кокпит. Эта косынка хороша для лодок, у которых закаяченность носа очень небольшая. Сидение лучше всего такое, на котором я сейчас нахожусь, то есть это немножечко видоизмененное сидение от Биг Фиш Пака. Отдельная сама сидушка и отдельно цилиндрическая, точнее подушкообразная продолговатая спинка. Весло лучше подлиннее. Вот это весло 237 сантиметров, мне его хватает. Наверное, в зависимости от вашего роста, идеальное весло под чихонь будет от 230 до 240 сантиметров. Это обычная звездочка-асимметрик, чуть-чуть доработанная. В нее добавлена пятая секция, которая из 220 звездочки делает у меня 237. Что еще полезно? Если вы рыбак, то держатель эхолота практик, это держатель датчика. Сюда ставится на носовую часть колечка, чтобы держать сам прибор. Безусловно, хорош будет каякарь. У меня вот здесь каякарь лайт лежит. Это облегченный каякарь СТПУ. Может быть, он у меня, конечно, когда-нибудь допротрется, ткань-то тонкая, но пока уже сколько? Ему два года. Пока еще не протерся. Я его использую везде. О, ветер так ветер! Аж весло из рук вырывает! Реально, вот весло пытается улететь. О, в лицо весло летит! Но, по крафту, чихонь, такой ветер вообще ни под чем. Я очень доволен, какие получились обводы этой лодки. Как она прекрасно прорубается через ветер, через волну. Фактически, это байдарка, а не покрафт. Так что, если вы хотите хороший, скоростной, рыболовный покрафт, вместительный очень, мореходный, при этом не тяжелый, этот вариант наиболее будет хорош в этом сезоне. Вряд ли что-то найдете лучшее. Тем более, что на нем можно даже пассажиров катать. Вполне можно усадить двух пассажиров дополнительно. Репортаж с неспокойной воды заканчиваю. С вами был Андрей Сонар. Всем пока!